Бизнес начинается с идеи. Она должна быть не только оригинальной и прибыльной, но и интересна самому бизнесмену. В противном случае, столкнувшись с первыми сложностями, начинающий предприниматель быстро откажется от своей задумки. Чтобы идея получила развитие, нужно составить бизнес-план на три года вперед. Бизнесмены шутят. Есть два подхода. Японский, когда в плане прописывается каждый шаг и его строго придерживаются. И русский, когда предприниматель решает, что будет делать бизнес и ориентируется уже по ходу развития. Нужно найти золотую середину. Любой бизнес-план желательно, конечно, составлять с человеком, который в этом разбирается. То есть для этого есть аудиторские компании, которые специализируются на этом, есть консалтинговые компании, которые помогут вам составить бизнес-планы. Но в любом случае в бизнес-плане все сложно учесть, поэтому вы должны оставлять какой-то резерв, в какую-то подушку безопасности, которая будет потрачена на непредвиденные расходы. Бизнес-план как дорожная карта. В ней расписаны будущие финансовые расходы и организационная структура. Предварительно нужно определиться с целевой аудиторией, изучить конкурентов. Больше всего амурских предпринимателей заняты в сфере питания и торговли. В сфере производства конкуренция небольшая. С рынка повально уходят компании, которые имели много кредитов или использовали денежные ресурсы других компаний. Так что имеет смысл подумать о получении грантов. Правда, выдается денежная помощь не всем, а лишь социально значимым предприятиям. Например, сельхозпроизводителям или частным детским садам. Далее по курсу визит в налоговую. Все будущие предприниматели должны зарегистрироваться. На учете в налоговых органах при Амурье состоят больше 20 тысяч ИП. Почти половина из них в Благовещенске. Для индивидуального предпринимателя предоставляется заявление о государственной регистрации физического лица. В качестве индивидуального предпринимателя предоставляется копия паспорта физического лица и госпошлина, которая составляет 800 рублей. Процедура займет всего три дня. Документы можно предоставить лично, отправить по почте или передать по доверенности. На этом сотрудничество с налоговой не закончится. Важно выбрать подходящий вид налогообложения – общую, патентную или упрощенную систему. И единый налог на вмененный доход. Чаще всего амурчане выбирают упрощенную систему. В этом случае декларацию придется подавать только раз в год. Правда, в штате компании должно быть не больше 100 сотрудников. Есть ограничения и по доходам – до 45 миллионов рублей за 9 месяцев. Бизнес-эксперты советуют новичкам внимательно отслеживать изменения в законодательной и налоговой сфере. Реклама тоже имеет значение. На первоначальном этапе не нужно использовать имиджевую рекламу. И вкладывать рекламу, вкладывать именно деньги в имидж компании. Имидж зарабатывается, но тем не менее, для того, чтобы люди только о вас узнали, то нужно говорить о себе, рассказывать о себе. То есть вкладывать прежде всего в рекламу, которая бы рассказывала о вас. Что я однозначно посоветую в любом случае – это юмор. То есть юмор – это то, что, скажем так, даст возможность человеку передать рекламу. То есть он увидел что-то прикольное, интересное, он захочет поделиться. Психологи советуют посещать популярные сегодня бизнес-тренинги. Правда, с тренером лучше познакомиться прежде, чем платить ему деньги. Желательно изучить успехи и его учеников. Кажется, что бизнес – это очень сложно, и нужно учесть множество нюансов. Но опытные бизнесмены говорят – глаза боятся, а руки делают. Сложно только вначале, а потом все пойдет как по накатанной. Кристина Хасанова, Дмитрий Петровец, Илья Калина. Новости экономика бизнес. Продолжение следует... Продолжение следует...